всем привет хочу продолжить видео по поводу ресивера после публикации прошлого видео поступило много скажем так жалоб мол тема не раскрыта до конца давай еще потому что с передней частью ресивера у многих возникли трудности как чего собрать разобрали не собирается и тут постучали как чего правильно сделать ну специально для вас разобрал его думаю что это получилось у вас у всех сейчас я постановлюсь на некоторых моментах и покажу как его можно скажем так подправить для того чтобы все это было более комфортно более правильно и более удобно значит передней части ресивера у нас находится можно снять несколько деталек какие значит это ресивер 223 там девятка как бы в принципе все то же самое это блок такой вот он удержание кнопки да то есть вот у нас блок кнопки он соответственно в нем так вот защелкивается для того чтобы он никуда не убегал на пружинке металлического здесь два ушка таких вот они там на защелкиваются вот это направляющие газ блока и вот это у нас кольцо направление скажем так вот здесь стоит кольцо для того чтобы можно было ну каким-то там центрует на ствол я не знаю что там делать зачем это вообще нужно но не суть есть она и есть как раз ранее кольцами бывает двух видов кольцо 223 кольцо девятки у них разница в двадцать пять сотых девятка больше то есть вот у нас ствол давайте возьмем вот у нас девяточный ствол нам вот кольцо девятки вот так вот он одевается она сюда у нас спокойно заходит и здесь достаточно туго сидит если мы возьмем кольцо 223 то она у нас не оденется то есть небольшая разница в этих кольцах есть в принципе можно полирнуть внутри кольцо можно здесь там шкурануть ну это на ваш выбор если это необходимо как же собрать так что все было комфортно то есть это больше рассказ не о сборке разборки каких-то нюансах а именно какие работы нужно провести как подправить отремонтировать возможно получающиеся косяки в процессе разборки вот об этом сегодня мы поговорим ну а также мне вот пинали что я недостаточно уделил внимание нюансом разборки быстросъема да не уделил внимания какой он бывает как он об этом тоже поговорим начнем с ресивера значит все это мы разобрали как собрать обратно если просто я специально взял мне было соответственно динаука на котором я эти работы еще не проводил поэтому вот сейчас мы это вместе сделаем если взять попытаться вставить она туда очень туго вставляется если вообще вставляется что для этого нужно сделать речь идет здесь поверьте там о микронах поэтому мы просто берем шкурку да я при вас работайте буду ускорять естественно но вам будет понятно где берем шкурку это 280 шкурка и просто протачиваем по кругу обтачиваем вот эту вставочку да сейчас есть проверим нет надо еще подобрать и внутри соответственно тоже надо чуть-чуть прям буквально обточить сейчас мы это попробуем сделать берем шкурку есть пластиковые такие панчи продаются в принципе везде это стучалка для того чтобы прицельные двигать ну а я их короче пихаю куда могу конкретно здесь я думаю подойдет вот так замотали получился такой панч здесь внутри чуть-чуть берем прикладываем лучше чуть-чуть ее сейчас ночью я протрем попробуем еще разочек да все теперь она входит свободно единственное что она состоит из двух частей одна тоненькая соответственно другая толстенькая и нужно обтачивать и тонкую и толстую еще раз проверим протрем предварительно все подобно очень плотно поэтому еще раз повторюсь вот это вот эти вот палочки это маникюрные палочки продаются в любом магазине там торгующим химией в отделе шампуни посмотрите стоит вообще просто копейки но очень удобно нашу детальку вот она отлично у нас встает вылезает но мы ее обточили поэтому вид у нее такой вот видите не очень коммерческий скажем так да сейчас я еще чуть-чуть микрон точку то есть она у нас блестит снялась с него в ранении но это как бы не беда мы это поправим сейчас одна есть следующая прикладываем вот сюда вот она у нас встает здесь она тоже туговатенько входит как бы тут нет никаких направляющих или еще что в этом роде это просто удобство обслуживания в этом месте идет газблок и вот эта конкретно штучка она вся вот вообще вот ну так при хорошей стрельбе она вот пачкается короче мы ее тащить не будем потому что она по моему от предыдущей они отходят тоже ну можно ее точить но я думаю что здесь будет достаточно просто тащить немножко внутри сейчас я возьму шкурку вот она вставляем таким вот образом просто несколько оборотов и будет готово протрем примерим нет туда идет ну что ж будем точить поэтому сейчас я чуть-чуть надо будет тоже соответственно как бы внутри там много не снимешь сейчас мы ее немножко шлифанем вот здесь отработали ее подвернули таким вот образом протираем проверяем все равно очень туго шкурим еще все равно готова встает она достаточно легко берем вставляем вот так то есть мороки никакой не чуть вам нужно угол повернуть прям пальцем она здесь поворачивается как вам надо и не поворачивается поворачивается просто отлично сейчас мы ее еще смажем но так как нам я еще нужно будет подворонить желательно воронение все равно какое-то дает утолщение что у меня не знаю вот так вот выяснил я то еще чуть-чуть буквально после как она легко пошла да еще чуть-чуть прям буквально 20 шашкурки свежий возьму вот видите схитрил тут палочкой пластиковой отдела ее и удобнее стало крутить да отлично легко встает крутится и когда я нужно будет прочистить проблем с ее доставанием быть не должно следующее у нас блок быстросъема давайте остановимся на блоке чуть более подробно я сейчас покажу расскажу нюансы значит блоки быстросъема бывает нескольких видов сейчас простите бывает нескольких видов вот это быстросъем а вот такой блок с винтиком сзади это не быстросъем это такое хорошее крепление скажем так ствола да то что стоит на всех версиях цивилин z значит как он разбирается вот он у вас стоит в этом в ресивере да сначала откручиваю вот этот вот винт винтик откручиваем таким вот образом у нас получается вот такой винтик вынимаем кнопку она у нас с прорезью сейчас секунду она с прорезью кнопочка видите еще в прошлый раз показывал дальше идет такой вот пистончик и пружина пружина внутри пистончик вот эта часть и на быстросъеме и на небыстросъеме все они как бы все одинаковые и и вот у нас остается блок у него сзади винтик такой вот как это вообще работает как это было скажем так установлено внутри значит стоит блок на гражданской версии вот такой вот маленький пенечек то есть вот кнопка а вот пенечек пенечек это отрезанная кнопка поэтому прорезью в эту сторону значит закрываем этот блок там достаточно хорошая пружина вставляем сейчас в руках это чуть сложнее чем на оружие поэтому вот наш пенечек стоящий то есть гражданские версии идут вот так а дальше вот этот вот задний винтик у нас просто закручивается затягивается тем самым этот винтик он давит на пружину пружину сейчас секундочку я его докручу вот у нас пружина этот сам замочек да который там есть он вставляется внутрь и соответственно и соответственно винт когда вкручивается он сильно давит на эту пружину ну как бы до такой степени что уже это дело не поворачивается не болтается вообще ничего то есть как бы жестко жестко все в общем за счет этого вот эта часть вот эта часть она входит в ствол вот наш ствол она входит в ствол вот сюда но она не может войти в ствол целиком видите и он очень сильно давит на него как бы закрывая его поэтому стволы с вот на таких вот винтах они прямо очень мертвы стоят наглухо но соответственно теряет возможность быстросъема такие блоки без винта позволяют как бы свинчивать все это дело туда сюда если вы хотите вытащить этот обрубочек и вставить туда полноценную кнопку это можно но в этом случае вот этот вот винт он у вас будет не закручен потому что если вы его закрутите до конца то вы заблокируете действие вот этой вот крутилки у вас винт должен быть выкручен ну может быть там не целиком еще как то но он должен быть выкручен там можно сориентироваться по углу поворота естественно и появляется нюанс какой нюанс вот у меня здесь я взял специально два приклада вот выкручен этот блок где он наш блок и тогда он у вас будет заходить я сейчас покажу сверху блок быстросъема здесь блок быстросъема здесь не быстросъема блок крепления ствола так и так если винт выкручен он у вас упирается если вы закрутите вы не сможете снять ствол в этом случае вам нужно здесь просто посверлить отверстие просто у меня изначально блока не было поэтому я просто посверлял отверстие взял сверло и аккуратненько сделал там выборку небольшую здесь есть здесь нет тогда ваш блок быстросъема который не является блоком быстросъема просто это блок удержания стола с кнопкой на выключенном винте позволит вам собрать так вот а блоки да он у нас тоже соответственно это уже все перепутал какой откуда и куда так вот этот блок отсюда он просто не смазанный вот у нас стоит вот сюда встает у нас тоже мягко говоря туговато это может его там вообще вбивать надо это мы сейчас поправим по той же самой технологии по которые сделали предыдущие затем нашли большим исключением что здесь мы тоже и внутри ресивера выберем чуть-чуть вот отлично у нас он спокойно встал его можно крутить то есть все то есть прям хорошо вторая часть дальше идет его внутренняя часть значит смотри какой момент здесь пружинка понятно вот с этой вот бедой которая внутри входит при малейшем загрязнение она прям не входит туда не идет очень очень туго создает дополнительное трение неприятно неприятно работает для этого что и сделаем во первых мы почистим патрон этот изнутри видите там все что вот тут вам кажется что оно такое вроде как герметичное да скажем так откуда там вообще может что-то взяться так оттуда посмотрите на видео как происходит выстрел замедленный да и вы увидите что пороховые газы разлетаются во все стороны вот и тут я не говорю о том что нужно чистить каждый день об этом речи не идет но для комфортной работы лучше почистить там и так пружина тугая а если у вас еще и загрязнение вызывают трудности дополнительное вам сопротивление то вообще туго обратите внимание и вот я вставляю здесь нет никакой пружины но она настолько плотно сидит что он аж выскакивает оттуда почему как такой на поршень похож очень туго сидит это хорошо мы сейчас его соответственно смажем и он у нас встанет как на здесь вот у меня это вот мой своего скажем так рабочего карабина он у меня от пропорции видно какая поверхность до открывает закрывает ствол хотелось бы это поправить для управления как обычно я кстати не занимаюсь рекламой никакого клевера еще чего-то в этом роде просто он мне нравится того значит нам нужно вот у нас готовы детали 1 деталь 234 нам нужно их подворонить давайте еще раз посмотрим как это делается для воронения использую я уже показывал его отличное средство безусловно это не горячее воронение прям совсем конкретный по-взрослому заворонить вы им ничего не сможете но произвести какой-то мелкий ремонт безусловно у вас получится я сейчас приведу пример покажу как это выглядит еще раз мы делаем первое мы дезинфицируем дезинфицируем стерилизуем там я не знаю как это будет обезжириваем она будет правильней обезжириваем поверхность метод вот буквально сегодня спросили по поводу вранения как это что-то вы должны понимать что вранение это химический процесс окисления железа это не краска там и еще что такое это считайте как ржавчина что ли ближе всего будет мы ее обезжирили берем ватный диск клевер я точно знаю что она из металла поэтому здесь даже экспериментировать не буду вот у меня есть потертости да здесь видно мака и их просто для эстетики да естественно там у меня через пяток снятия ствола будет как было но тем не менее бах вот можно посмотреть он уже без каких-либо потертости совсем то есть у равномерно черный затем это окисление нам нужно закрепить это мы берем еще один ватный диск и масло абсолютно любое не принципиально какое совсем мало осталось побольше брызгаем окисление да этот нужен там не знаю остановить его или закрепить да но конкретно знаю что нужно протереть масло стереть там кислоту наверно и вытереть нас на салфетка очередная мы будем вытирать как играл ранее на сходе естественно бы никогда не вытрите вот наша деталь без каких-либо царапин и прочего ну камера может отсвечивает еще но поверьте мне она выглядит замечательно следующий у нас идет сам блок опять его протираем берем окислитель натираем вот он у нас был царапанный там весь отшкуренный теперь нет следующем диск масло опять и тряпочку вытираем масло вот блок готов и здесь две футурки вставки единственное что я забыл все эти детальки я здорово все сделал самая большая проблема была это было кольцо сейчас мы его сделаем тоже девяточное кольцо 223 мусор она у меня пригорела от стрельбы если стрельба темповая хорошо так пару магазинов и на нем что-то было оно всегда там в пороховых газах или еще что-то это все оно оно пригорает его вытащить из ресивера сложно в общем мне так обидно было когда я начал у меня из всех аугов вынимается а из этого рабочего не вынимается я прям под расстроился думаю нет я его достану и сегодня немножко помучившись я его достал я его как его только не ковырял по итогу взял деревяшку ну правда не такую вот такой клинок вот этот вот пятый наверное шестой из оставшихся живых подточил его это вообще вот эта штучка это мебельная короче на нее там дсп знаете собирают или еще что-то такое или там наклей когда дерево собирают вот эта вот часть подается тоже в хозяйственных я им вставлял в ствол долбил бил но в конце концов я его достал сейчас я его приведу в норму и продолжим собирать соответственно сейчас я подверну и 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 называется алюминиевый black насколько я помню вот это вот это подходит лучше для ауговского ресивера потому что видим он там я не знаю наверно там алюминия больше сейчас мы это проверим протер уже я ватный диск по обильности макнули единственного косяк посмотрим как он возьмет он жутко вонючий воняет он как бы так помягче выразиться нечистотами в общем при контакте с алюминием да отлично взялся можно посмотреть оно все стало черным сейчас мы еще здесь подтачивали тоже подберем да в отличие от металла алюминий ворониться медленнее то есть вам уже не тиранул и готова а нужно тиранул и чуть подождал и он да отлично становится черным не всегда с первого раза ничего страшного еще есть ватные диски мне не жалко сейчас его довороним еще разочек вот сюда надо чуть подождать алюминий хуже ворониться не хуже просто процесс другой окисления здесь у нас все отлично здесь тоже здесь тоже хорошо все у нас черненькая закрываем диск масло протерли да отлично взялся очень хорошо вот такой подходит для воронения ресивера и колечко колечко да как я про него забыть идеально как новое такое черное хорошо ну и приступим к сборке сейчас вам расскажу все все подворонено все готово значит смотрите секрет такой привезли мне вот такое масло это лактай так называемое противозадирное масло оно используется например штатно на заводах уголок для того чтобы направляющие лучше притирались это такая банка она заполнена причем примерно наполовину с кистью масло уникальное тем что но выдерживает тысячу градусов нагрева написано тысячу градусов 980 настолько хорошо скользит что прям вообще я попробовал уже значит на другом ауге смазываем тут какое дело если я сейчас это просто вставлю то через какое-то время после стрельбы оно все опять скажем так будет опять выбиваться выковыриваться там сложно все будет поэтому мы посадим сейчас на такое вот это антизадирное масло для этих целей можно использовать такие вот палочки это почти как ватные палочки но гораздо круче это палочки для написано микроаппликатор стоматологический да у меня аптека с торгующие стоматологическими всякими штуками недалеко от дома поэтому я периодически ничего не присматриваю если посмотрите кисточка здесь ну просто очень тоненькая но если вам например нужно почистить в болту в болте то где выходит ударник например да который бьет по капсуле или как это называется боёк не знаю как правильно вот это вот само отверстие вам очень сложно будет что-то подобрать другое вот это вот штучка очень хорошо вычищает такие места ну и плюс как аппликатор для различных там масел и прочего и очень хорошо использовать ну что приступим к сборке значит это масло кстати продается в россии единственное что продается оно в гигантских по моему 5 килограммовых банках начнем с кольца значит с руки было сейчас аккуратненько значит это дело смажем я уже попробовал на одном ауге уже сказал об этом вот очень хорошо после множества выстрелов очень хорошо все держится вынимается разбирается вот ее масло это в принципе почти нереально отмыть то есть она она не смывается она наверное скорее только вытирается то есть смыть его с рук по крайней мере у меня не получалось такого с мучениями и спиртом получилось столько сделать так немножечко помазали и вставляем колечко сюда пара оборотов все размазалось все хорошо вообще отлично скользить начало отлично дальше у нас блок быстро съема как я уже говорил ранее он достаточно такой вот если посмотрите смотрите сейчас покажу еще раз вот он я нажимаю он выскакивает обратно то есть там давление создается помажем сам блок быстро съема так чтобы у нас при необходимости хорошо снимался не пригорал ничего чтоб с ним не происходило совсем чуть-чуть вот так так раз и соответственно вставляем его по месту а именно вот сюда вот свободно крутится вращается то есть притерли мы его отлично то есть он там не болтается но просто вбивать туда не надо да то есть он так хорошо сидит так идем дальше значит идет следующий у нас это удержатель перезарядки держатель чуть-чуть масла и его тоже совсем в аннотации глоку указано что масло вытирать это не нужно что в процессе стрельбы оно как бы будет столько сколько будет и следующий блок газовый отверстие да здесь немножечко тоже помазали и ставим его сюда нужно понимать что это место оно у нас рядом со стволом поэтому нагрев там идет дай боже вставочка винтики да значит вот это вот я первый раз их выкручивал эти винты я вижу на них еще следы старого лактай давайте мы сейчас его уберем для этого нам достаточно будет просто масла вот у нас масляное было да вроде бы да немножко поднимем масло и просто вытрем резьбу масло попадает под лактайт ну и неплохо его отслаивает ну вот больше винтик не в лактайте эти винты достаточно сложно откручиваются вот нужен хорошая нужна отвертка вот шлицы на них очень часто сбиваются ну там температура такая что прижаривает все накидываем сюда крышку вот эту теперь можем мы все свободно вращать для того чтобы она у нас встала как надо раз там и здесь что-то еще не хочет она что она не хочет но нет все хочет все хочет и чуть-чуть маслица сюда прям совсем так так масло держит тысячу градусов то оно не пригорит не прикипит ничего с ним не случится будет отлично выполнять свою функцию вот так берем подходящую открыточку специально выверенная уже вкручиваем блок быстро съема нужно ставить после того как вы прикрутите эту планку будете ставить до он у вас будет ну как бы немножечко вращаться и вы не сможете его хорошо закрепить правильно поставить скажем так поэтому лучше сначала на этом болте видимо внутри ресивера лактайт остался туговато идет последние нитки вот у нас все собралось теперь быстросъем значит что хотел сказать важного по поводу быстросъем все заказывают эти кнопки хотят чтобы у них ствол снимался но это понятно да все здорово но у быстросъема есть новость у этого блока крепления ствола есть небольшая трудность вот этот вот винтик у него такая дурацкая тонкая резьба и вкрутить вот выкрутить его первый раз отсюда достаточно проблематично потому что он сидит там на лактайте и чаще всего вот здесь вот резьба сбивается прямо в немогу то есть он фактически одноразовый если вы сбили резьбу и все ну встал процесс берете хорошее сверло диаметр если я не ошибаюсь 4,3 4,2 но меньше чем 4,5 вот и соответственно просто его аккуратненько высверливаете у вас у вас на краях я тут специально оставил потому что мне пришлось один высверливать у вас на краях останется кусочки резьбы которые вы впоследствии то есть она вот тоненькая прям резьба но она тем не менее это же все таки ну сталь она у вас останется ну вы ее аккуратненько подковырнете то есть все то есть если вы будете сверлить соосно вы просверлить этот винт целиком да но резьба у вас просто останется на краях потом вы ее соберете в принципе можете этот же винтик просто новый вкрутить туда и он как правило там эту резьбу выталкивает все 4,3 4,2 4,2 4 ровно или да вроде бы 4 или 3,2 скажу точно сейчас вот таким вот образом и когда вы заказываете кнопку да где то сразу же заказывайте винтик либо попробуйте предварительно выкрутить винтик прежде чем заказывать кнопку выкрутить если он у вас выкрутился и шлицы остались живы ну значит закажите одну кнопку сэкономить либо как вы будете заказывать сразу вместе с винтиком для того чтобы у нас там все хорошо скользило и работало добавим масло чуть-чуть но на этот раз просто на пружину на самом потому что пружина очень тугая и в процессе сокращения она соответственно жмет сама себя и если она плохо проскальзывает то кнопка у вас будет работать потуже потуже она и так не очень приятная поэтому вот я попробовал себе одну разобрал смазал и так хорошо получилось ну прям чувствуется разница блок целиком вставляем сюда внутрь вот прям хорошо пошел берем кнопку нажимаем блок так чтобы отверстие вот это вот отверстие оказалось соответственно с прорези и туда кнопку вставляем прорезью скажем так вверх да ну краю ствола у меня уже все пальцы кончились сейчас я пожестче и проще сейчас переверну упру и вставлю вот она у нас вставилась вставили и потом скручиваем винтик так для этого берем отверточку не вижу уже и его просто вкручиваем туда кнопочку поболтали так чтобы она у вас хорошо встала в пазы так и докручиваем вкручивайте аккуратно чтобы не сбить шлицы вам через какое-то время наверняка придется еще выкручивать я подобрал себе отверточку ровно на ширину шлица вообще в вопросах с оружием и наверное вообще в целом жизни нужно всегда понимать что вы делаете зачем какими средствами вот и как бы технологии то есть нужно понимать что ты делаешь так лишнее масло удалили сразу же вот оно не оттереть сейчас спирта возьмем она вот именно не отмывается она вот именно только растирается такая вот у нее специфика но то что смазывалась смазывается хорошо и очень я доволен результатом ну кнопка по крайней мере кнопка она полегче начинает двигаться потому что даже с этим быстросъемом ну туговато она не знаю что мне кажется на такие пальцы не такие но прям бывает подустаешь от нее так сейчас мы здесь дотрем готово и теперь собираем заключительное собираем кнопку в прошлый раз я по-моему даже не показал как она собирается поэтому сейчас я будет у меня возможность исправиться раз я покажу берем первую часть вот эту сюда ее дальше берется маленькая пружинка толкатель вставляется отверстие небольшое такой гвоздик берем вот эту часть очень неудобно просто тут надо чтобы и собирать чтобы вам видно было вываливается чуть-чуть берем эту часть тут вот есть маленькая прорезь под пружинку вот такая маленькое заглубление и соответственно на ручке тоже вот на вот этой детальке тоже есть поэтому они должны быть напротив друг друга то бишь вот так потом пружинка она просто сверху кладется у нее обратите внимание вот усики как бы немножко смещены в одну сторону вот этой стороной кладем ее вниз этой вверх там не перепутать здесь потому что она просто по-другому не ляжет шплинт закрываем всю эту конструкцию достаточно легко вставляется сам по себе вот у нас такое получается вот так ну соответственно ручка наковальня поставили шплинт который с прорезью сюда его не перепутайте их просто его туда забиваем смотрите чтобы он у вас не торчал иначе он вам будет руки ссаживать для этого сейчас берем так выколотку 3 миллиметра поставили сейчас рук не хватает и чуть-чуть заглубили вот вот так все у нас он нигде не цепляется ну и прицел в моем случае здесь еще винтик у меня вот так все работает можем проверить да очень хорошо стало функционировать очень хорошо да все как бы тут готово несколько человек меня спросило по поводу значит мата такой вот мат это оригинальный мат глок в чем прикол он толстый в аннотации было написано что он в себя может впитать что-то какое-то безумное количество масла и прочее мне он очень понравился то есть у меня вот до этого были маты техмат в частности был но когда этот мат появился у меня ну он прям прям вот прям вот супер я то что видел продается у нас они продаются по моему копийные к сожалению и вот этот вот принт на них все эти буковки вот это вот оно хорошо стирается здесь я его уже раза два наверное постирал от масла вообще ну прям как новый он тут мягенький такой очень хороший но к сожалению сейчас только ген-5 идут то есть если у кого-то в тире лежит там ген-4 да который у нас в россии продается то его уже нету продается только ген-5 потом спрашивали по поводу магазинов оригинальный 25 не оригинальный значит ну что он не оригинальный он на на 32 он тоже производится штайром он от mpi чего-то там стоит в два раз дешевле чем этот по качеству скажу честно ну печальный он то есть он такой чисто армейский магазин если вы посмотрите здесь вот ну качество покрытия такое вот да ну армейский он короче я не пробовал еще из него работать вот но по ощущению все должно быть хорошо в отличие от оригинального вот оригинального вот здесь вот есть хвостик такой это хвостик затворной задержки то есть она толкает открывается и поднимает ограничить у этого нету то есть затворная задержка на этих 32 магазинах зато он 32 и стоит в раз дешевле что важно в остальном ну в принципе можно посмотреть они в принципе одинаково да вот такое так потом был вопрос еще про наушники как стрелять для себя открыл чисто случайно беретто просто шикарные у меня до этого были такие казалось бы должны хорошо работать но что-то не очень мне понравились ну похуже они чем вот эти хотя эти стоят дороже дешевле вот такие вот наушники такая замшевая тряпочка у них очень хорошая сразу же идет такой шейный подвес скажем так допустим вешается на шею накинули на себя пошло так в принципе все по мере поступления еще какой-то информации буду доснимать доделывать что-то вам показывать чем-то вас радовать что-то рассказывать спасибо спасибо